Всем добрый день, здравствуйте! Сегодня обзор секонд-хенда покупок вторника. Если вдруг кто-нибудь со мной не знаком, меня зовут Инна. Если вдруг кто-то забыл мое имя, я хочу напомнить, меня зовут Инна. Я живу в Италии, занимаюсь секонд-хендом. Давайте начнем. Итак, хочу начать, простите, обзор с пуховика. Пуховик я купила случайно, ну, как обычно, случайно у меня все бывает. Я считаю, что мне повезло в очередной раз, потому что этот пуховик фирмы Максмара, Викенд. Достаточно длинный, достаточно теплый, с капюшоном, с высоким воротником. В общем-то, в отличном состоянии. Вот посмотрите на него. Он бежевого цвета, без каких-либо повреждений. То есть, пока я не обнаружила, ну, знаете, как бывает... А, это перышко. Знаете, как бывает? Просто сначала не обнаружила, а потом начинаешь детально присматриваться, и возникает какой-то дефект. Ну, будем надеяться, что дефектов никаких не возникнет. Вот такой вот длинный пуховик. Маркированы здесь только кнопки Викендом. В основном обычная молния-трактор, то есть она везде. Вот здесь, на карманах, и точно так же на такой же молнии пристегнут капюшон. Внутри резинки, для того, чтобы сохранялось тепло, не проникал снег. Капюшон на кулиске, а я уже сказала, что он отстегивается. Все бирочки на месте. Потом, например, я покажу, как он сидит. То есть, достаточно длинный. Мне почти посередину икры. Идем дальше. Также я купила жилет. Жилет, не могу сказать, что он супер-пупер в состоянии, но мне понравился. Я, скорее всего, оставлю его себе. Его просто нужно постирать, немножечко привести в порядок. Во-первых, потому что здесь, видите, нить, скажем так, как она ровница называется. Это некручная нить. И за счет того, что нить некручная, создается такой немножко лохматый эффект. Во-вторых, посмотрите, она сделана, как будто русалка, чешуя. Если не говорила, я хочу повториться, это скотчет сода. Чем он хорош? Ну, во-первых, достаточно длинный. Во-вторых, у него по бокам разрезы. Вот тут есть такая еще эмблемка железная. В-третьих, ну, это, наверное, скорее всего, недостоинство. Здесь 50% шерсти, 50% акрила, то есть 50 на 50, не 100% шерсть. Ну, в общем, мне нравится. Я померила, мне хорошо здесь стоячка воротник, подо все подходит. Черный, универсальный цвет, отлично. Идем дальше. Также я купила, хотя мне муж сказал, не надо, купила второй фитер Лакоста. Но я почему купила, объясню. Я планирую этот свитер оставить для него. А предыдущий я хочу продать. Ну, объясню, почему. Потому что вот в этом свитере горловина V-образная. А так как мой муж на работу все время одевает рубашку, V-образная горловина ему более удобная. Во-первых, она не сдавливает, не стягивает свободно. И рубашку хорошо видно, и ему комфортно. Этот свитер в идеальнейшем состоянии. У него состав 56, 40 акрила. Я считаю этот состав очень хорошим, потому что южные мужчины очень жаркие. Мой муж в том числе. Ему постоянно жарко. Он не носит практически шестяные свитера. Очень редко в большие холода. Ну, вот, посмотрите. Я не нашла никаких дефектов. Свитер в идеальном состоянии. Это размер 6. Это размер, который подходит моему мужу. Предыдущий свитер, сейчас я вам его покажу, он в размере 8. Правда, он до сих пор, муж до сих пор его не мерил. Но мне все равно кажется, что он на него будет великоват. И на самом деле, мне не очень нравятся, скажем так, манжеты. Они здесь очень длинные, вот такие вот. Ну, мне кажется, что этот свитерок более винтажный. И вот этот свитер я буду поставлять на продажу. Хотя это стопроцентная шерсть. И связан он вот отсюда, вот сюда. Скажем так, не вдоль, а поперек. И последнее, что мне удалось купить, если кто увидел мое предыдущее видео, помнит этот кардиган. Изначально, ну, как я говорила уже, да, многие продавцы сначала ставят баснословую, ну, придумывают цену из головы. Потом проходит неделя-другая. И если товар не покупается, естественно, он снижается, снижается, снижается в цене. Они не, это не так, как он, ну, да, как, наверное, в Украине везде, то есть, получается, как в магазинах висят вещи. То есть, конечно, не все. Многие вещи раскуповываются, да. Некоторые остаются. То есть, я надеялась на то, что мне все-таки удастся купить платье. Диана, вон, Фустенберг, не помню, как точно название. Но его не было. Ну, единственное, что осталось, это вот кардиган. И я на самом деле очень рада. Не могу сказать счастлива, но очень рада. Во-первых, объясню, почему. Здесь 70% ангоры, 20% шерсти и 10% акрила. Это идеальный состав для кофты с ангоры. Во-вторых, посмотрите, он в идеальном состоянии. Я не знаю, сколько ему лет, но у него совершенно нет никаких дефектов, никаких потертостей, никаких, не знаю, дырочек, ничего. То есть, посмотрите, здесь очень красивый рисунок с шелковой нитью и с перламутровыми пуговицами. И вот еще такие же здесь перламутровые пуговицы. Здесь рукав-фонарик, то есть, видите, как складочки. Когда его одеваешь, он обалденный, такой мягкий, теплый, очень классный кардиган. На примерке я вам покажу, вы посмотрите, мне он очень нравится. Да, и последняя покупка, это вот этот свитер на мне, я уже, естественно, напялила. Это свитер джемпер, да, потому что без горла, джемпер Huga Boss. Это размер L, ну, скорее всего, я купила в мужском отделе, но, скорее всего, он женский, потому что у него, видите, короткие рукава достаточно, и он сам по себе короткий. Но давайте сейчас перейдем к примерке. Ну, давайте начнем вот с этого чешуйчистого жилета. Знаете, что мне нравится в нем? Ну, это вообще, во-первых, потому что здесь разрезы, вот точно так же. А, здесь такая железная эмблемка, Мессен Скотт, скотч. В общем, даже неплохо смотрится, я считаю. Если немножечко его постирать, привести в порядок, будет отличная жилеточка. Сейчас модно, и мне нравится, достаточно удобно ходить в жилетках. Вот такой вот жилеточный вариант. Идем дальше. Дальше у нас кардиган. Ну, вот, посмотрите. Мне кажется, он вообще крутитики смотрится. Не знаю, мне нравится очень. Муж говорит, ну, такое. Ну, в общем-то, учитывая то, что он в отличнейшем состоянии и состав, мне кажется, вообще супер. Супер вариант на зиму. Посмотрите на эти рукава. Классный, да? Под джинсы вполне достойно будет смотреться. Или под юбку. Нет, может быть, скорее всего, под юбку какую-нибудь красивую, классическую. Очень нарядный кардиганчик. Посмотрите на эту вышивку. Пуговицы. Ну, и также я решила, кстати, примерить вот эту хоглобос. Посмотрите. Ну, это совсем не L. Я считаю, может, это женский L. Если женский L, да. Ну, совсем не мужской L. Потому что на мне сидит, по-моему, даже очень, очень даже ничего, да? На мужчину размера L он будет маленький. Во-первых, рукава достаточно короткие для мужского свитера. И вообще, как-то длина, это, скорее всего, наверное, женский. Ну, был в мужском отделе. Ну, по крайней мере, я его купила в мужском отделе. Вот такой вот цветорочек. Давайте сейчас пуховик. Ну что, вот пуховик. В принципе, конечно, не видно. О, я сказала, посередину икры. Нет, я обманула. Для меня он чуть ниже колена. Ну, да, практически середина икры длиной. Мне нравится. Он хорошо закрывается, застегивается. Молния, кнопки, то есть под самое горло. Никто никуда не будет задувать. Мне, конечно, видите, он, ну, скажем так, притык. Да, я не могу сказать, что он мне, меня стягивает или как-то маловато. Маловато, да, но мне кажется, если бы немножечко было бы посвободней, было бы получше. Вот тут есть капюшон. Тоже тут застегивается на, господи, как он называется, на липучку. Вот такой вот, вот видите, вот классно сделано для того, чтобы не поддувало. Пуховик, на самом деле, очень-очень легкий и очень-очень мягкий. Ну что, на этом, в общем-то, все. Все, что хотела, я показала. Завтра, конечно, будет следующее видео о секонд-хенде. Что еще хочу сказать? Также я планирую снять видео о посылке, которая пришла мне из Украины. Я там тоже кое-что прикупила, скажем так, на шафе, себе новую сумочку, скажем так, новую, да, жилеточку очень интересную. Но это видео я сниму чуть попозже. Что хочу сказать? Всем удачи, хорошего настроения. Берегите себя, берегите своих близких, не болейте. До новой встречи, всех люблю, целую, пока.